Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша! Мы озвучиваем, насчитываем занятия, которые в Потеряевке мне пришлось вести по тематике. Игорь Барабаш, староста, один магитофон был кассетный, и он кое-что сохранилось, записал. А потом я все это перевел в Word, специально мне магитофон так сделал один, Толя Петеримов. Ногой я его останавливал, и писал, и печатал. Вот представь сколько, вот читаем, и тот считать много времени отнимает. А это даже ни за что не считал. Вот четыре тома у меня, стихотворение, по 800 страниц. Каждая страница полностью заполнена в 42 строчки. И это я все сам печатал своими руками, до единой буковки. Стихи я никому не давал. А при том еще их стихи эти написал, и карандашом когда писал. Четыре тома по 800 страниц. Вот посчитай, только одну область возьмешь, сколько здесь положено. А тут что, ничего не делает, и начинает какую-то наводить, как говорят, антимонию. У него ничего нет, вот приходят, и лица нету, и фамилии. А что не отвечаете? А кому отвечать, когда никого нету? Сегодня тема у нас будет какая? Наркоз. Каждая тема занятий вызвана какими-то событиями. Я только что вернулся после операции на позвоночнике, какую мне сделали в Алтайской краевой больнице. На днях к нам в лагерь Стан приезжал начальник нейрохирургического отделения Долженко Дмитрий Андреевич. Наш прихожанин, Яков Левиктор Андреевич, тоже врач этой больницы. Абсолютно не верил, что начальник этот может приехать. Понятно, он мне делал операцию, он профессор, тогда он еще был не профессор. А он с женой и заявился, и ему все очень понравилось. Я попросил его рассказать о действии наркоза на мозг. Он начал осыпать по латыни. Я скорее за Львов Николаевну уцепился, она же терапевт. Иди, слушай, что он тут говорит. То есть я себе не доверяю. А потом, когда у меня выходили книги, я ему книги подарил. Он недавно, у меня нога заболела, меня повели на осмотр, в чем дело-то. И он там есть. Ну, надо видеть его, как он обрадовался. Ему фотографию сделали, у меня с тобой фотоаппарат был. Смеется. Я говорю, книги-то книги у меня есть. Так он мне даже свою книгу, издание его, медицинскую подарил. Сейчас наркоз совсем не так делают, как раньше. Взяли все анализы, потом расспросили, нет ли вставной челюсти, и пришли с каталкой. Я еще пытался за трусы хвататься, а меня мигом раздели, так как уже был недвижим. Так меня схватило с этой болезнью и увезли. До этого врач говорил, что нужно бороду сбрить. Я не согласился, и они потом уступили. Вижу, там девчата, я еще рукой прикрываюсь, как одан под дяблоней после капитуляции, только мысленно за смоковницу хватаюсь. Я заранее предупредил, что мне нужно будет помолиться. Они сказали, нас уже об этом предупредили. Я и сел, и помолился вслух о разуме, о руках хирурга и о своих грехах, расставаясь с ними. Начальнику отделения, видно, звонил Шойхет Яков Нахманович. Он когда-то мне делал операцию, а теперь он замгубернатора. И после 27.06.2000 года, когда он был в Потеряевке, ходатайствовал обо мне. Благодарю и за то это Бога моего. И уже иглу мне в вену воткнули. Жду, когда нужно будет вслух считать, как обычно делали раньше. Ничего этого вовсе и нет. Ну а Яков Нахманович, напоминаю, он доктор медицинских наук, профессор евреев. Очень хороший человек. И он приехал в Потеряевку. Ну и говорит, я делал операцию, все помню. Говорит, вот сколько у него операций было. И он запомнил, как вы сказали, что мне надо молиться. И я сказал, молитесь. Вы встали на колени перед операционным столом. А он вот так руки держал, уже вымытые. И молился. А у меня, говорит, была ассистентка, Матрена. И она говорит, Яков Наумович. Они его звали Наумович. Ну сколько можно? Я сказал, тихо. Стоит спокойно. Я помолился. Он говорит, все, все, ну ложитесь. И тут были его студенты. И я с ними начал говорить. Вот это он все абсолютно мне напомнил. Дальше. Так, отключили дыхание. Шланг в рот мне затолкали. Больше я ничего не помнил. Батюшке нашему нынче делали. Говорит, а сегодня вообще каким-то газом дунули. Говорит, я сразу уснул. Так, когда привезли в операционную, гляжу. Такие сильные, красивые мужчины. Не пузатые, а рослые. Одна бабушка что-то там сказала. А он ей. Ты находишься, мать, там, где людей воскрешают. Вот думаю, нарвался. Тут и убить могут. Потом думать начнут. А бороде долго толковали. Как ее убрать? Договорились. Я согласился, что скотчем приклеит ее на сторону. Везли. Когда на каталке. Я и спросил. Куда везете-то? Брить. Я договорился, что брить не буду. Да не там, а сзади. Где резать позвоночник. Отключили меня. И я оказался в лагере. Солнечный день. И скамейка вдоль комнаты отдыха. Сидят дети. Никого из ребятишек я не узнал. Дети маленькие, все в цветах. А сияны ярким светом. Дети плотно друг к другу. Радостные. И веселые. Укутанные цветами. Кто-то прислуживает им. А никого из воспитателей не видел. Но эти, как ангелы светлые. Кто за детьми ухаживает. И потом услышал. Как ваша фамилия? Я кое-как проговорил. Вап Лап Квин. Мне же они сказали, что я четко и ясно произнес Лапкин. Это я уже из наркоза выдрался. Перед этим я спросил, нельзя ли делать операцию без наркоза. Хотел потерпеть, как получится. Не знаешь, чего просишь. Да и даже ты не хочешь, а мускул сократится. А это какие последствия? Сказали потом, что когда вскрыли, то крови почти не было. Вот удивительное дело. Говорят, что это тогда бывает так, когда человек абсолютно настроится, как йог. Спокойствие полное. Страха не было никакого. Они подтвердили это по сердцебиению. 120 на 7, 80. И температура ни градус не опустилась. Как будто пить ходил. Думаю, потому так, что очень многие молились. Явно, что самому так не сделать. Сказали, что при вскрытии увидели, что позвоночник у меня устроен несколько иначе. Вместо двух отверстий оказалось позвоночнике одно. Потому там все и переплетено оказалось. Трудно добираться, чтобы не повредить остальной столб нервов. Говорят, что у них срочный был консилум. Как оттуда из-под нервов вырезать выступившую межпозвоноковую прокладку, называемую грыжей. Конечно, хотя они сделали, но спасали все же. Нечерей вырезать. Едва я пришел в себя, оба и хирург, Литягин Герман Владимирович и начальник отделения, оба же стоят возле меня в реанимации. Пошевелите пальцами ноги. «Можете ли?» Я пошевелил, гляжу, они уже улыбались, не перерезали. Уверенности у них, как я понял, никакой не было. Стали спрашивать о боли. Какая была у меня на ноге? «Чувствуете ли?» Попросил их нажать в разных местах и удивился, что ничего нет. Тишина. Нога от этой затяжной месячной боли отдыхает. Омертвение, то есть нечувствительность ноги правой у пальцев и на подошве осталась. Это не снять. У начальника, у самого такой же. Самого такой же. И вот я подумал, что такое наркоз. Теперь расскажу по Библии. Оказывается, это явление, хотя слово «наркоз» занят в Писании, уже было известно первым людям. Это было запрограммировано уже при создании человека. Хорошо или нет, что каждая клеточка тела нашего чувствует боль. Представьте, что если бы не чувствовали бы боли, то когда напоролся бы на гвоздь и не знал бы. Вот что-то мешает. Оказывается, что ногу проткнул. И наступает момент, когда боль превышает возможности человека. Наступает шоковое состояние. Вырубается и дыхание. Первый человек сотворен Богом. Он ничего не чувствовал при творении. Когда Адам не удовлетворился ничем, что было уже создано Творцом, Бог не стал ему снова из глины лепить. Но написано, как дело было. Бытие 2.21.25 «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. Когда он уснул, взял одну из ребр его и закрыл то место плоти. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два-одна плоть. И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились. И взятое ребро дало право называть моим то, что из него получилось. И неплохое получилось создание, только изогнутое, и при том в ненужную сторону. И все влево, все влево. Как только Адам встал, то сразу же без пояснительной, стал говорить об этой девушке. Бытие 2.23. И сказал человек, вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Никакая сестра милосердия Адаму не пояснила, из какого исходного материала была создана такая прекрасная подруга ему. Епископ Виссарион так поясняет, что праотец чувствовал, когда вершилась операция, не под совсем полным наркозом. Великий хирург производит первую в мире операцию, хотя и без ребра. Но с чем-то. Моего отца оторвала кисть левой руки на фронте. Под землей была копия, грязь. Его повезли на юг. Там не приняли, из Ташкента развернули, и как мне кажется, что мы ему делали операцию, быть может, воина Ясенецкий. Лука. В Красноярске. И стали теперь уже пилить почти у плеча. Завернули кожу подальше, чтобы потом закрыть кость. Тогда такого наркоза не было. Человека старались спиртом напоить, обезболивали, как у пьяницы. Неплохой наркотик. Приджи 23.31.35. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. В последствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Пьющий человек падает, ударится и говорит, что ничего не чувствовал. Ему говорят, что его вчера мужики во дворе пинали. Не знаю ничего. Он как мешок. Топтались на нем, он хуже мертвого. Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Порочество царя Давида исполнилось на Голгофе, когда римские воины дали Христу обычно в таких случаях средство обезболивания. Когда распинали на крестах вид казни у римлян до времен Константина Великого. Только как так казнили преступников. Потом возобновили только большевики. Эти распинали священников на алтарных дверях. Псалом 68, 22. И дали мне в пищу желчь, и в жажде мэй напоили меня уксусом. Существовало такое правило, что если распят был человек в пятницу, то на кресте его оставлять нельзя было. Чтобы они воплями, стонами не оскверняли святую субботу. И воины дробили голени дубинами. И подготавливая к этому давали пить дурманящий напиток. Матфея 27, 34. Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и от ведов не хотел пить. Обезболивали страшными способами. Если рана была проникающая, то чтобы не дать заразиться, кипятили бызиновое масло, и кипящее вливали в рану через воронку. Какой вопль стоял, и мало кто выживал. Когда Бог навел на Адама сон, то это прообразовало смерть. Посему сказано, встань спящий, и воскреснь из мертвых, и осветит тебя Христос. Матфея 9, 24. Сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над ним. Смерть и сон идут через тире. Смерть это полное обезболивание организма. Это и есть самый полный наркоз. Но будет же воскресенье. Когда человек, а буян, каким-то грехом погибает, то он не чувствует ничего, как наркоман. Раньше внушение большую роль играло, и оно помогало обезболивать. В житиях святых постоянно описывается, встречается такое нечувствительное состояние к пыткам. Палачи говорили о христианах, что они, как деревья, боли мне ведома. На огне жарят его, а он насмехается над палачом. Климент Анкирский претерпел больше всех в мире за всю мировую историю, и он не отрекся от Христа. Когда Бог открывается людям, то они находятся в необычном состоянии. Число 12, 6. И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь с нему в видении, во сне говорю с ним. Когда мне на четвертый день стало полегче, и я уже начал ходить, то пошел по палатам, дарил больным свои материалы и спрашивал, что они чувствовали, когда были под наркозом. Оказалось, что все до единого были в полном беспамятстве. Батюшку спрашиваю, вот этот раз, а что ты, когда в наркозе был, ничего не видел, а я вот видел лагерь, и у меня так все это перед глазами. Ни одного не мог найти. Кто-то что-то видел или слышал. Считается, что сны только черно-белые. То есть оказалось, что все до единого были в полном беспамятстве. Ты пропустил. Ну да, я сказал. Оказалось, что все до единого были в полном беспамятстве. Считается, что сны только черно-белые, а если они цветные, то это вроде бы как какая-то ненормальность. А я видел под наркозом все цветным. И мне из лагеря Наташа как раз написала, что в это время они сидели на этой скамейке, и день именно такой и был солнечный. Может быть я это все придумываю, и желаемый выдаюсь за истинное. Но мне было хорошо в это время в лагере, и я радовался на всех глядя. И мне из наркоза не хотелось даже выходить. Настолько было все красиво, благостно на душе. Это даже изобразить не могу. Что это означает? Может обольщение ума моего? А может укрепление веры от Бога? Может быть мне Бог на этой зыбкой грани показал, что нет ничего дороже для России, как дети, воспитанные во Христе. Это главная идея восстановления падшей скини России. Бог вводит в такой наркоз беспробудный за вступление от него. Еремея 51.39 Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном. И не пробуждались, говорит Господь. Как на картине изображены главари Рейха, в бункере пьяные. Пир во время чумы. В каком бесчувственном состоянии находились воины, стригущие Петра. Но они не чувствовали ни грохота дверей, открывающихся, ни течения времени. Подобно тому, как в анабиоз спали и потом только вдруг очнулись. Деяние 12.6 Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя войнами, скованы двумя цепями, и стражи у двери стерегли темницу. Это состояние похоже на наркоз. Я специально находил такие места в Библии, чтобы понять, что ничего нового мы тут не найдем. Экклесиаст 1.9 Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Сирахов 31.2 Бдительная забота не дает дремать. И тяжкая болезнь отнимает сон. Я просил врачей, что как только выйду из-под наркоза, то не делай мне никаких обезболивающих уколов. Что они выполняли? Пронеслось. И заживать, как кажется, легче и лучше. Даниила 8.27 И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением Сим и не понимал его. Я сильно боялся, что память отшибет после наркоза. А потом спросил, сколько времени будет ощущаться последствия наркоза. Ответили врачи, что год примерно. Вот это да! И потом, когда вошел в память, и Виктор Андреевич пальцами своими обернутыми в простынь вытер у меня во рту, чтобы убирать застоявшиеся слюни, то я сказал ему, что уже повторил в памяти 3 главу из Евангелия от Иоанна. Потом что-то из Деяний. Я сразу в сознание пришел и стал на память читать. И сразу же начал читать на память стих Пушкина «Пророк». Прочитал внятно, с выражением, без запинки. Значит, что-то осталось еще в пороховницах. Слава тебе, Боже мой! И он мне грудь тросек мечом. Это про мою спину. Как труб в пустыне я лежал. Это про меня. Я в реанимации неделю околачивался. Христос учит местной анестезии. Матфея 39 стих. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Похоже, это слово анестезия на слово анастасия, что переводится в воскресенье. Должно быть обезболивание, чтобы после первой щеки подставить и вторую. Это нам дано в момент рождения свыше. Филиппийцам 2.5 Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. А у нас, если только слово сказал, так в ответ за собой смотри. Кто ты такой? Тут все свербит и кровоточит. Обезболивания не было и в помине. Свое я не умерло и живо. Ловит обиды. Самое маленькое замечание сделаешь, прям воскрысится вот так вот. Бывает такое? Так клещ весной на травинке сидит, двумя ногами за травинку сухую вцепился, а четыре непрестанно водит по сторонам, во чтобы вцепиться, проходящих рядом с ним. Ударишь ли в стебель, он тут же бросает опору и летит вниз, и где соприкоснется, там и зацепится. Так и обидчиво, как только и водит усами, ушами, где бы в кого бы вцепиться, чтобы отравить кровь, за чужой счет свой авторитет поднять, надуться чужой энергией. Обслуживание хорошее было в больнице. И уже пора уходить из реанимации, а еще день пробыл. Но потом и сам запросился в другую палату. Прошусь в первую палату, откуда меня взяли. Мне выразили несогласие, что там гнойные, специальные бегунки. Как в рамку входишь и ходи. Учусь помаленьку. Врач увидел меня и говорит, бросай эту бричку и ходи прямо. Нарабатывай мускульный корсет. А такой корсет не носи. Я так и стал делать. И скорее гимнастикой занялся. Пошел в зал для тренировок. Но все так щадяще было. А ко мне в день до 18 человек приходило. Поместили палату, где был один. Там помолиться можно было, и друзей приходящих принять. Все это Долженко сотворил мне. Да воздаст ему Господь. Хорошо, что Надежда Васильевна стала готовить отвары овса с медом. И отдельные банки и с шиповником, и с солодкой. Позже меня, возле меня стояло 8-9 банок. И из соломинки пил непрестанно. И залечилась рано мигом. Людям колбасу несут, а мне одни овощи. Это все очень витаминизированное, сытное и много влаги. От меня не успевали баночки отвозить. Гляжу, один любящий супруг свою кормит сырыми яйцами, а у нее с головой непрерывная беда. Отсоветовал ему этот холестерин накачивать в нее. Ей стало вдруг легче. А он уж благодарил. А почему врачи-то мне ничего не сказали? Да может и не видели. Нас тут много. Ездра тоже пишет о явлении к нему ангела, когда он лежал без чувств, как парализованный. Это тоже некий наркоз. При наркозе теряется ощущение времени. Я нашел, что Иаков служил за любимую Рахиль 14 лет. Как бы под наркозом был. Ему это легко далось. Вот бытие 29-20. И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Как под наркозом. Настоящая возвышенная любовь подобна наркозу, сходна с болезнью. 2 Ездра 4.25-27.31 И более любит человек жену свою, нежели отца и мать. Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами через них. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин. И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот. И если она улыбнется ему, улыбается и он. Если же она рассердится на него, он ласкает ее, чтоб помирилась с ним. Если кто в это не верит, значит не испытал. Спорит о том, что ему неведомо. Русская нация сегодня все еще пребывает под наркозом коммунистической заразы. Пока еще из нее эта дурь не выветрится. Вот я попутно к этому добавить хотел. Я вот спрашиваю, а можно было снять, как мне наркоз сделал? Я говорю, а почему не сказали? Ну тогда это видео было, не то, что сегодня можно с телефона снять. Ну как же я не сказал? Я думал, что нельзя. Да почему же нельзя-то? Он в Потеряевке ходил, везде все. Ну приехал, представляю, в Потеряевку приехал, кому операцию делали? За 150 километров. Это чего-то стоит? Вот Господь как сделал-то? И при том, у меня настолько быстро это все зарастало. Вот мне операцию, повели на операцию, а другим там, я вижу, сделали. Они вот так на четвереньках и так и стоят. Нельзя. Сказали, можно только лежа и стоя, садиться нельзя. Тут натягивается. Нельзя. Я уже выписываюсь, а мужики все еще на харачках так и стоят. Очень долго выходит из этого. А я пошел там в тренажерный зал, там где можно шевелиться, Виктор Андреевич и как питался, все показал как есть. Как хорошо быть верующим, иметь друзей. Все на этом. Сейчас я выключаю, а потом будем сейчас события дня насчитывать. Поехали. Все на этом. Поехали.